Евангелие от Иоанна Евангелие от Иоанна, 6 глава И прочитаем эту историю с самого первого стиха, этой 6 главы «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими Приближалась же Пасха, праздник иудейский Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать Филипп отвечал ему «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу» Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, велите им возлечь «Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч» Иисус же, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели» Знаменитая история, наверное, очень часто вообще за годы своего пасторского служения брал для проповеди именно эту историю Но вы знаете, каждый раз, когда читаешь какие-то известные места из Библии, вдруг наступает момент, когда Бог словно освежает твой взгляд И ты начинаешь как-то видеть новые детали, новые истины, потому что в этом есть глубина священного писания, что можно всю жизнь читать и постоянно видеть что-то новое, наполняться божественными откровениями Я сегодня вам хочу показать в этой истории как бы три вещи, которые меня, когда я не так давно перечитывал эту историю, очень сильно коснулись И самая первая вещь, вот знаете, в седьмом стихе мы читаем «Филипп отвечал Иисусу» «Именно двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу» И вот знаете, вся эта история начинается с того, что людям было недовольно То есть двести динариев – это огромная сумма, но даже этой суммы было бы недовольно Вот как-то так вот, знаете, происходит в нашей жизни, что нам постоянно чего-то не хватает То есть нам недовольно Вроде бы есть, но недостаточно, недовольно Надо было бы больше Было бы больше, мы бы были довольны, а так мы недовольны Кто может сказать, что «Виктор, вот у меня довольно денег, вот так столько денег, что вот уже больше и не надо» Вадиме Тюрк, есть вот кто? А здесь есть люди, которые скажут «Виктор, вот у меня деньги есть, но как-то недовольно, хотелось бы побольше» Есть такие люди? Ну сразу, недовольно А есть люди, например, которые говорят «Виктор, вот вроде бы у меня есть хорошие друзья, хорошая семья, но как-то вот хочется больше любви переживать» Есть такие люди? Вот недовольны любви, да? Вот вам недовольно, хочется больше любви Есть такие? А что ты так руку поднимаешь, робко так вот? А есть люди, которые скажут «Виктор, меня так любят, что уже не знаю, что с этой любовью делать»? Есть такие? Что сверх? У вас так, да? Вас так сильно любят? Вы одна такая здесь сидите Уникальная Там еще кто-то сидит, но стесняется Нам всегда недовольно денег, нам недовольно любви Но нам всего Отдыха недовольно Бывает так вот, съездил в отдых и думаешь За эту неделю прям так наотдыхался И как в старом советском плакате Когда же утро и снова на работу? Вот прямо вот Вот прямо вот это А кого бывает вот отдохнул, приехал домой А как-то вот недовольно вот отпуска Вот хотелось бы Вот еще бы недельку, бы не помешало Есть такое, да? Недовольно То есть вот мы все недовольны Вот знаете, и обратите внимание, что Иногда такое чувство, что вот из этого недовольно состоит наша жизнь Денег нам недовольно Любви нам недовольно Отпуска нам недовольно Благодарности нам недовольно Праздников нам недовольно Зарплаты нам на работе недовольно То есть как бы вот мы все как-то В постоянном каком-то ущербе живем И иногда думаешь, Господь Ты такой великий Ты такой всемогущий Как же ты так мир создал Что прям вот всего, чего не хватись Вот того и недовольно Как же вот он удивительный и чудный и совершенный Я не так давно Прочитал одну интересную статью Это не проповедник написал А один израильский раввин написал И этот раввин там очень интересную вещь приводил в этой статье Он говорит, вы знаете, такое вот есть вот ощущение Когда задумаешься о своей жизни Вот вроде бы как бы Ну вот вроде все нормально Но могло бы быть намного лучше Вот намного лучше могло бы быть Вот у вас бывало такое Вот вроде бы у вас хорошая работа Вот хорошая работа А ты вот подумаешь Вот думаешь Вот зачем я эту работу выбрал Вот чувствую сейчас Надо было немножко другую выбрать И было бы лучше Есть такое переживание? Вот как-то вот вроде есть работа Надо было, например, не на юриста учиться А на медика Думаешь, вот был бы лучше я врачом Зубы бы сейчас всем лечил Ну не знаю, кем вы мечтаете быть Зачем я пошел? Зачем меня родители запихнули в этот институт Какой-нибудь юридический или педагогический? Зачем? Вот надо было как-то другую профессию Вот или бывают какие-то мысли Вот про профессию, да Или про жизнь, да Вот вроде все хорошо, да Вот этот раввин говорит А вот если бы, например, я женился Вот на другой девушке 20 лет назад Может быть, как-то все Вот вроде хорошая Вот хорошая семья, дети хорошие Но как-то есть и жены получше, и дети получше Они как-то побольше любят И вот этот раввин очень интересно В этой статье пишет Такое, говорит, ощущение Что вся наша жизнь проходит по плану Б План Б А есть план А, идеальный Где лучшие работы, лучшие семьи Лучшие дети Лучшие страны, где бы ты мог жить Потому что вот бывает Вот думаешь Вот как-то, Господь, я вот в этой стране живу Вот особенно побывал где-нибудь Там в каких-нибудь экзотических странах Где чунга-чанга лета круглый год И ты думаешь Вот живут же люди, кушают манго там каждый день Кокосы у них лежат такие дешевые А я вот тут живу И вот как будто есть такой план идеальный Идеальный план А Где все идеально Лучшая работа Лучшее место для жизни Лучшие друзья А у тебя как будто все происходит Не по плану А А по плану Б Вроде все нормально Но могло бы быть и получше И когда начинаешь думать об этом Как-то грустно становится Потому что еще бывает Всем кажется, что Есть какие-то люди Они живут по плану А Но это не ты Но те люди, которые живут по плану А Как ты думаешь Они тоже думают, что они живут по плану Б На самом деле У них есть свои идеалы по плану А И это тоже не они Так вот этот раввин Он очень интересно пишет в этой статье Он говорит Ну, говорит, если мы подумаем с вами Все Вот читаешь Библию Все в Библии с самого начала Пошло не по плану А А по плану Б Вот если бы все пошло по плану А И Адам с Евой Так бы и наслаждались всю вечность Эдемским садом А? И так бы ничего никогда не вкусили Или, например Авель и Каин Помирились бы И их братская дружба Еще была бы крепче А? Или, например Люди Перед потопом Вдруг все Склонили бы колени Покаялись пред Богом И начали жить свято И ничего бы не произошло Потопа бы не было Но почему-то все Вот с самого начала Библии Все пошло Не по плану А А все пошло По плану Б Все как-то Всего чего-то Недовольно Все как-то могло бы быть Иначе Могло бы быть Получше И Этот раввин Он приходит К такому выводу Которому Я думаю Приходит Каждый честный человек Изучающий Священное Писание И смотрящий на жизнь Если все так происходит А может быть Скажу Такую крамольную мысль А может быть То, что в нашей жизни Все пошло Не по плану А Может быть Это не случайно Даже скажу Еще более Ужасные слова А может Бог и хочет Чтобы в нашей жизни Все пошло По плану Б Этот раввин говорит Что Интересно Что как раз На еврите Библия И начинается В В начале было слово Но у нас В Это третья буква А у них начинается Со второй буквы Алфавита С буквы Б У евреев Все говорит И даже говорит Тора у нас Начинается С буквы Б Все пошло По плану Б И он такой Приводит Интересный пример Говорит Вот Когда Вот подходишь У меня такое Тоже бывает Я подхожу Когда возвращаюсь домой Подхожу к дверям Дома Да И слышу Там играет Какая-нибудь Музыка на пианино Как узнать Это включили запись Или это Моя дочка Сидит там И тренируется И играет на фортепиано Как это узнать Не Ну Зайти Хитренький Не заходя Не заходя Вот ты еще не заходишь Вот ты подходишь И ты уже слышишь Вот играть Как узнать А? В сердце Вы обо мне Слишком хорошо думаете Я такой В сердце Это дочь Нет Нет У жен Может быть бывает Йока Это у женщин У меня нет Как узнать Как узнать Что? Возмущаться Что? Постучаться В дверь Все стою у двери И стучу Если кто откроет Нет Нет Там другой рецепт Вот еще не заходя И даже не доходя До Постучаться Правильно Когда играет запись В записи Все идеально Потому что Даже если кто-то записывает Он не идеально записывает Они потом переписывают Вот Ну а сейчас даже и переписывать Не надо Тебе на компьютере Все сделают идеально То есть я могу наиграть Из этого там сделают Словно Рахманинов играет на пианино Когда же человек играет В живую Даже когда он играет Очень хорошо Чувствуется по игре Ну Не идеальность Даже Многие-то и говорят Что вот эта вот не идеальность Это и есть вот весь смак Почему люди предпочитают Не просто пластинки слушать А на концерты ходить Вот сама эта не идеальность Она и делает музыку живой Делает музыку уникальной И вот Интересно Равин-то и говорит Может быть в том Что наш мир Такой не идеален И то там То здесь Вот эти не идеальности Возникают Ошибки Нас и направляют К тому Что Вот смотрите Я прочитаю цитату Из этого Из этого Равина Это Равин Свифриман Вот его зовут То что происходит При каждой неудаче Возможность Заглянуть глубже В суть вещей В свою собственную сущность В истину Сама по себе Неудача Это плохо Но ее плоды Ценнее золота Не стоит упускать Такую возможность Даже ангелы Нам завидуют Ведь они Застряли На плане А И он говорит Что интересно А может быть То что все идет Сегодня Не по плану А А по плану Б В этом и есть Рука Божья Потому что Именно Проходя вот Через эти Недовольно Приходя через эти Сложности Проходя через эти Проблемы Ты сам углубляешься Потому что Заметьте Ничто Нас В жизни Как-то Вот так вот Не заставляет На чем-то сосредоточиться Как сложные вещи Проблематичные вещи Когда вот Ты сидишь И в этом Приходит некое состояние Когда ты вынужден Углубляться В что-то Я помню читал Когда письма Отца Моцарда Отца Моцарда Отец Моцарда Писал такие вещи Он говорит Что говорит Когда у моего сына В жизни все хорошо Он порхает И пишет музыку Которая не касается Сердец Но когда в его жизни Наступают Сложности Говорить Тогда в его музыке Появляется Глубина Даже Существуют Такие легенды Что это не случайно Там все В жизни Моцарда Создавали Там вот этот Темный человек Реквим И прочее Чтобы выдавить Из этого Гениального Мальчика Гениальные творения Ну конечно Это может быть легенды Но в этом есть Определенный смысл Именно проходя Через сложности Проходя через трудности Проходя через недовольно Сама ситуация Заставляет тебя Углубляться В то Что мы называем Жизнь В то Что мы называем Божий план Божье творение И может быть Ангелы Живущие там В идеальном мире А Они и завидуют нам Это же не мы В тот мир Пытаемся Как-то что-то им Помогать А они нам Помогают Словно все Вокруг этого мира Несовершенного Мира Существующего По плану Б Может быть Как раз Это и есть Вот то Что является Божьим Замыслом Потому что Ну например Представьте себе Ты пришел В кинотеатр Ты ходишь В кинотеатр И в кинотеатре Новое произведение Там Не знаю Какое Например Новый фильм Бриллиантовая рука Бриллиантовая рука На новый лад И ты приходишь И там рассказываешь Как этого героя звали Которого Никулинта играет Горб Семен Семенович Семен Семенович Вот Вспомнил Вот И вот Рождается Маленький мальчик И его называют Семен Этот мальчик Растет В чудесной школе С детьми И ты смотришь дальше И вот он растет Он хорошо заканчивает школу Не совсем золотой медаль У него в основном Пятеркин Есть несколько четверок Но он поступает в институт И там уже заканчивается Красным дипломом Женится на прекрасной девушке Они вместе вырастают У них чудесные дети Потом проходит время Он на работе добивается успеха Они переезжают в удобное жилье У них рождаются внуки И вот он сидит за столом С детьми С внуками И наступает момент Он умирает Входит в вечность И вокруг гроба собираются родные И говорят Какой чудесный был Семен Семенович И ты посмотрел этот фильм И думаешь Что это было Когда все хорошо Все чудесно И все идеально Это Неинтересно Бог заинтересован Чтобы твоя жизнь была неинтересной Бог делает все Чтобы наша с тобой Жизнь была интересной Потому что во всех фильмах Интерес в том Когда что-то пошло не так И поехал Семен Семенович За гранкомандировку И мы знаем Руку сломал И его перепутали И все пошло не так И вместо того Чтобы просто наслаждаться отпуском Советский человек приезжает И становится мишенью Для бандитов И все То есть Когда что-то пошло не так Когда что-то путается Что-то не идеально Вот тогда тебе сразу Становится Интересно Жизнь Словно открывается Именно В неидеальных условиях Именно Когда в чем-то сложности В чем-то проблемы Когда чего-то Недостаточно Поэтому каждый раз Когда ты снова Оказываешься на пороге С очередным Недовольно Знай что Это все не случайно И то что в твоей жизни Не все идеально И не всего хватает Это не означает Что Богу все равно Бог забыл Бог не обращает на тебя Внимания Бог как раз И обращает на тебя Внимание Поэтому не случайно В нашей жизни Все происходит порой Именно по плану Б Да И вот все пошло По плану Б Вот могло же быть Все по плану А И ученики сказали Иисус А ведь там Наверное будет много людей А не набрать ли нам Сразу 12 коробов Полных еды Ведь они же захотят Кушать Да Так вот мы Когда у нас Какие-то конференции Мы продумываем Где будет питание Там кофейня И прочее Прочее Да Но они не продумали Не было у них такого И вот там собралось Люди заслушались Наступило время Обеда Пух И мы видим Смотрите Шестой стих Даже пятый начнем Иисус В нашей жизни На какое-то время Скрывает Потому что Чтобы В нашу жизнь Пришло благословение Есть Определенные Условия И именно Это И делает Нашу жизнь Такой Интересной Именно Это Как вот Знаете Не так давно Я увидел Что мой Пятилетний сын Увлекся Всякими Бактериями Инфекциями Вот Он говорит Вот папа смотри Есть бактерии Есть инфекции Есть там Всякие микроорганизмы И прочее 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 И Я вот Когда Сейчас ездил Я купил Я купил ему Такую книгу Книга О Называется Невидимый мир Об этом Невидимом мире И О микроскопах И я ему говорил Говорит Сынок Я к тебе приеду Я привезу тебе Волшебную книгу И он такой Папа Ты мне привезешь Волшебную книгу Ой Скорее привози И вот я к нему приехал И Принес Ему книгу И он говорит Пап Наверное Это волшебная книга Ну как вот У мальчика Который там Смотрит всякие мультики Волшебная книга Он говорит Пап Это что за волшебная книга Это книга Наверное Заклинаний Что там написаны Заклинания И я смогу чудеса делать Ну Насмотрелся Всяких сказок Я говорю Нет сынок В этой книжке Нет никаких заклинаний Он говорит Там нету Вот этих Чудесных Магических слов Я говорю Нету Он такой Огорчился Говорит Пап А что в этой книге Волшебного Тогда Говорит Ну Он Он смотрел Говорит А что же Говорит в этой книге Ну он смотрит там Ну книжка Там рисунки Иллюстрации Специально для детей Вот Про всякие микроорганизмы Как изучают Он говорит А что тут Волшебного Я ему говорю Сынок Говорю Волшебное то Что если Мальчик Маленький Или девочка Прочитает Эту книгу До конца До нового года То Дед Мороз Принесет им микроскоп Я почему Ты скажешь Виктор А что сложного Просто купить Микроскоп На Новый год Потому что Я думаю Вы меня поймете Вот в нашем детстве Я помню Вот Если какой-то Мальчик Покупал Игрушку То эта игрушка Была почти У всех Мальчиков Нашего двора Потому что У нас Все знали У нас Помните Был вот На Вайнера Детский мир И там Приезжаешь И там Покупаешь Эти игрушки На Вайнера Приводишь Домой И приходишь Во двор Мне купили Игрушку новую И смотришь У всех детей Такая же игрушка Потому что Это новая игрушка Вышедшая В детском мире Нашего города Ну и у детей Эта игрушка была Сейчас Столько Всяких Разных Игрушек Что я обращаю Внимание Дети Это совершенно Перестали ценить И бывает Захожу К сыну В комнату Огромное количество Разных игрушек Там Железных дорог Каких-то Автостоянок С автомобилей Которые лежат Перевернуты Когда слишком Всего Много То это Перестаешь Ценить Правда же И смотри У них А поломалось И поломалось Помню Как мы Там дорожили Игрушками Да А у них Такого нет Сегодня Это куча Игрушек Китай Помогает нам Игрушек Много Много Всевозможных Игрушек И Чтобы что-то Ценилось Это должно Тебе Чего-то Стоит Когда тебе Это ничего Не стоит Как бы это Классно Не было Ты не ценишь Эти вещи И вот Я ему говорю Сынок Ты же Хочешь Микроскоп Он говорит Пап Да я мечтаю О микроскопе А вся В этой книжке Как люди Смотрят Микроскоп Я говорю Волшебство Этой книги Если ты Ее прочитаешь До Нового Года На Новый Год Получишь Микроскоп И ты бы Посмотрел Как ему Стало Интересно Я думаю Вы понимаете Какую я Аналогию Провожу У кого из вас Есть священное Писание С собой Поднимите Есть Слово Божье Я знаю Что сегодня Слово Божье У кого-то В телефоне У кого-то Это раньше Мы все С книгами Ходили Сейчас мы Не ходим С книгами Сейчас у нас Такие гаджеты Где тоже Есть Библия Но вы знаете Сила книги Когда мы Начинаем Изучать И следовать Священному Писанию Когда мы С вами Следуем Слову Иисуса Христа Тогда В нашей Жизни Раскрывается Удивительный Потенциал Господа В этом И есть Определенные Условия В этом И есть Определенные Условия Если есть Если драгоценные Мы с вами Посмотрим Вот я говорил Смотрите В седьмом Стихе Вот это Слово Недовольно Недовольно И если Если мы Посмотрим Одиннадцатый Стих Где написано Что они Сколько кто Хотел Получили Рыбы И Сколько кто Хотел И двенадцатый Стих Когда Насытились Вот Как из проблемы Происходит Решение Как из Сложной Ситуации Происходит Победа А в середине Мы видим Между этими словами История Про кого Про маленького Мальчика Правда же Бог Очень часто Выделяет Людей У которых Вроде бы Нет Ничего Великого Нет Ничего Великого Вот Я Я помню Когда Мы молились Чтобы у нас Там было Своё здание Церкви И думаешь Вот бы Покаялся Какой-нибудь Вот Какой-нибудь Вот в нашем Городе Богатый Человек Какой-нибудь Олигарх Директор Там Казицын Какой-нибудь Вот такой Человек Бы покаялся И он Легко Бы Все нам Сделал Я помню Я однажды Молился И мне Бог говорит Секрет В руках Простых Людей Обладающих Может быть Незначительными Вещами Но при этом Верящих В Господа И посмотрите Бог выделяет Вдову Что у нее было Большая Огромная Корпорация У нее было Две лепты Помните Две лепты Тут мы видим Историю Про мальчика У него было Пять Чего Ячменных Хлебов Это Самый Дешевый Хлеб В то время Самый Дешевый Хлеб То есть Смотри Бог Выделяет Людей А я вам Хочу Напомнить Что Эта История Вошла Во все Четыре Евангелия Очень многие Истории Есть Либо в Одном Евангелии Либо в Двух Либо в Трех Не так Много Историй Которые Попали Во все Четыре Евангелия История Про Лазаря Не попала Во все Четыре Евангелия Эта История Попала То есть В этой Истории Заключен Какой-то Определенный Секрет Этот Секрет В этом Мальчике И у него Было Там Мама Дала Пять Ячменных Хлебов И две Рыбки И вот Посмотрите Как по-разному Порой Люди Бывают Мыслят Потому что Ведь по сути Если у тебя Что-то Есть Может быть Даже не Самого Лучшего Качества Но при этом Есть Огромная Толпа Людей Которой Это Надо Можно На этом Хорошо Сделать Чего Бизнес Он Мог бы За такие Деньги Продать Эти Пять Хлебов И две Рыбки Голодным Людям За Такие Деньги Можно Было Продать Потому что Когда Огромная Нужда Всегда Находятся Предприимчивые Люди Как помните Вот мы С ужасом Узнавали Когда Был Теракт В аэропорту Москвы Помните Там теракт Был И таксисты Брали Цену В пять В десять Раз больше Чтобы этих Несчастных Запуганных Людей Развести Потому что Была паника Было Мало Машин Никто Не хотел Ехать Туда Помните Да Была Ситуация То есть Люди Часто Используют Нужду Кризис Тяжелую Ситуацию Чтобы Что-то Получить Себе Но в этом То и есть Часто Вот Простота Почему Иисус Говорит Если Не будете Как дети Не увидите Царства Небесного Мы Видим Что Этот Мальчик Он Спокойно Был Открыт Для того Чтобы Все Что у него Есть Отдать Он Может быть Мало Что Понимал Но Это Некое Доверие Что Все Будет Хорошо Я не Говорю О том Что Бизнес Мышлением Плохо Я знаю Что Есть у Нас Бизнесмены Слава Богу За Бизнесменов За Хороший Бизнес Который Принесет Пользу Проблема Когда Люди Во Всем Каждые Вещи Они Все Мерят Только С точки Зрения Выгоды В этом Есть Огромная Проблема И для Этого Не нужно Быть Бизнесменом Есть Обычные Люди Которые На Все Смотрят Только С точки Зрения Выгоды Но Знаете Есть Некое Сердце Сердце Ребенка Искреннее Непосредственное Знаете Когда Не так Давно Перечитывал Как раз Ту Историю Я Вспомнил Один Момент Из Своего Детства Был Маленьким Мальчиком Жили На Визе На Улице Крауля Когда Я был Маленьким И Как-то Дом Наш Построили В начале 70-х Годов И Как-то Так Получилось Мы Все Заехали Одновременно В этот Дом Там Все Заехали Молодые Семьи У них В короткое Время Родились У всех Дети И Вот Сейчас Это Звучит Невероятно Но Я знал Всех Не только Всех Детей В моем В моем Доме Я И В домах Вокруг Нашего Двора Но Я знал Все Семьи Всех Людей Которые Там Жили Ну Практически Всех И Вот В наш Подъезд Переехали Новые Люди Тогда Еще Не Продавали В советское Время Квартиры И Не Покупали А Их Меняли Был Обмен И Вот Там Кто-то Обменялся И Заехали Я Помню Как-то Раз Я Выхожу Из Подъезда И Стоит Грузовая Машина И Какие-то Незнакомые Для Меня Люди А я Всех Знал В моем Доме А В моем Подъезде Тем Более Вдруг Там Выносят Тумбочки Стулья Цветы В горшках Я Вышел Увидел Это Я Говорю В наш Подъезд Что-ли Переезжать Они Говорю Да Мы Переезжаем И Я Говорю Я Хочу Вам Табуретки Я Носил А Потом Еще Мой Друг Там Выходил Я Говорю Слушай К нам Новые Люди Переезжают Давай Мы Возьмем Это И Поможем И Он Говорит Давай И Приятель И У Него В Руках Три Рубля А Вы Знаете В То Время Мороженое Стоило Десять Копеек 18 Стоило Мороженое Выходного Дня Вот Там Просто Все Было Вот Такой Три Рубля Я Мог Мы Могли Просто С Ним Вот Ну Быть Самыми Крутыми Детьми В Нашем Дворе Просто С Я Помню Как Увидел У меня Рандость Словно Ушла Как будто Вот Ты что-то Хочешь Сделать Для Кого-то Хорошего Наверное Поэтому Я Никогда Не стал Бизнесменом У меня Никогда Мозги Правильно Не работали В этом Направлении Вот Я Говорю Да Ты Что Я Помню Я Схватил Побежал Они На четвертом Этаже Жили То есть Высоко Нужно Было Нести У нас Пятиэтажка Было Лифтов Не было Поэтому Нормально Там Побегали Вот Я Побежал Позвонил Говорю Вы что Говорю Мы же Хотели Вам Помочь Не нужно Они Говорят Ну ладно Спасибо Вам Большое Взяли Деньги Все И я Помню Это Знаете Своё Смятение Ту Ситуацию Когда Вот Ты Что-то Хочешь Сделать И Ты Вдруг Оказываешься В Товарно Денежных Отношениях Которые Словно Не В Тему И Опять Так Говорю Я Не Против Бизнеса И Слава Богу За Все За Это За Бизнес Но Есть Некоторые Вещи Знаете Когда В вашей Жизни Все Бизнес Это Очень Печально И Вот Я Помню Это Состояние Я Думаю Именно О Таких Качествах Потому Что Мы Понимаем Что Дети Бывают Капризные Дети Бывают Избалованные Дети Бывают Эгоистичные Но Когда Иисус Говорил Будьте Как Дети Да Если Не Будете Как Дети Не Увидите Слава Небесная То Он Имел Ввиду Когда Человек Только Входит В этот Мир И И И И Что То Такое Открытое И Искреннее Непосредственное Восприятие Этого Мира Когда Ты Видишь Что Если Кому То Плохо Ему Нужно Потому Что Знаете Для Тебя Такая Радость Отдавать Такое Счастье Отдавать Когда Ты Вдруг Ощущаешь Себя Человеком Отдачи Если Это И Простой Для Понимания Вещи Но Очень Тяжелый Для Исполнения Не Происходит В нашей Жизни Мы Никогда Не Становимся Настоящими Христианами Потому Что Помните С чего Началась Вот Эта вся История За Иисусом Смотрите Второй Стих Следовало Множество Народа Потому Что Видели Чудеса Которые Он Творил Над Больными За Иисусом Всегда Ходило Огромное Количество Людей Которые Ожидали Что Бог Что Сделает Для Них Всегда Ходила Толпа Ожидающая Что Бог Что Сделает Для Них И Послушайте В жизни Каждого Следующего За Иисусом Должен Наступить Момент Если Он Не Наступит Ты Не Сможешь До Конца Следовать За Иисусом Так Вот Должен Наступить Момент Когда Ты Из Человека Который Идет За Иисусом Чтобы Бог Что Сделал Для Него Должен Превратиться В Человека Который Следует За Иисусом Через Которого Бог Что Сделает Для Других Не Для Него А Через Него И Когда Ты Вдруг Ощущаешь Таким Человеком Через Которого Начинает Действовать Господь Благословение Приходит И Этим Человеком Вот Оказался Этот Обычный Простой Мальчик Который Наверняка Не слышал Этих Знаменитых Слов Христа Блажение Отдавать Нежели Принимать Но Который Ощущал Себя Человеком Благодати Человеком Который Что-то Может Сделать Для Огромной Толпы Взрослых Людей А что Что великого Пять Личменных Хлебов Две Рыбки Но это все Что у него Было И он это Просто Отдал Не как Часто Учат В христианских Церквах Некоторые Проповедники Чтобы Получить В 30 60 И 100 Крат Как бы Мы сеем Чтобы потом Полжать Огромную Жатву И даже В доброте Мы Выискиваем Какую-то Выгоду Конечно же Выгода Есть В доброте Но она Не прямая Она Косвенная Но мы Не можем Руководствоваться Выгодой Потому что Когда мы Совершаем Добро В этой Ситуации Мы можем Руководствоваться Только Нашим Сердцем Сердцем Которое Желает Отдавать Которое Желает Желает Благословлять И когда Ты начинаешь Отдавать И то Что ты Отдаешь Оно Находится В руках Иисуса Христа Вот тогда В жизни И происходит Чудо И из Недовольно Перевращается Насытились И насытилось Пять тысяч Человек И было Даже больше Потому что Бог дает Жизнь И дает С избытком Жизни Даже наполнили Двенадцать Коробов Еще То что Это огромная Многотысячная Толпа Людей Просто Не смогла Не смогла Есть Так вот Драгоценные Вот то же самое Если мы посмотрим Вот Та же ситуация В этой истории В нашей жизни У каждого из вас Есть Что-то В вашей семье Или в вашей Финансовой сфере Или в ваших Отношениях Вы сталкиваетесь Со множеством Ситуаций Каждый день Которые разные Но все характеризуются Одним словом Недовольное И каждый из нас Стремится Желает И мечтает Чтобы это Недовольное Превратилось В насытились Но секрет Вот в этом ребенке Ребенке Который живет Внутри нас В этом мальчике В этой В этой девочке Которая живет Внутри тебя Которая Вдруг понимает Что-то я могу Сделать Я могу для кого-то Быть благословением Я могу для кого-то Быть ответом А для кого-то Могу стать решением А кому-то Я могу Просто сказать Хорошее Доброе слово А кому-то Я могу поддержать А кого-то Я могу Материально Помочь А за кого-то Я могу Помолиться А для кого-то я еще что-то могу сделать. Но каждый из нас, он что-то может делать. И этому мешает только одно. Когда внутри нас появляется мысль. А они что будут делать для меня? А за меня много ли молились? А когда мне было трудно, много ли мне помогали? А когда мне было нелегко, часто ли мне ободряли и поддерживали? Да меня самого они часто поддерживали. Да когда мне было трудно, мне самому мало давали. Да когда я нуждался, тоже мимо меня сколько людей прошло. И мы начинаем считаться с этим миром. И всегда счет в нашу пользу. Это нам не хватает, это нам не додали. И вот мы так всю жизнь ходим с этим недовольством, с этим недостатком. Недовольной любви, недовольной поддержки, недовольной заботы, недовольной одобрения, недовольной улыбок, недовольной денег. И вот мы ходим недовольно. И к сожалению, порой церкви заполнены недовольными людьми. Вот именно той самой толпой, которая ходит за Иисусом, только лишь чтобы от Него что-то получить. Исселение, благословение и еще чего-то. Я не к тому, что Иисус не совершает чудеса, и не Иисус не благословляет. Я к тому, что наши мотивы, вот эти потребительские мотивы, «Ай, мимай», как пел Джордж Харрисон, «Я мне мое». Вот с такими мотивами мы относимся к этому миру. И сколько бы тебе не давали, сколько бы ты не получал, вы поймите, ты никогда не будешь доволен. Потому что мы находимся в плане «Б». Даже если одна проблема решится, тут же возникает новое. И вопрос, а когда же счастливым-то быть? Если я не успел получить ответ на один вопрос, у меня уже 10 новых появляется. Как же мне быть счастливым человеком? А счастье, оно как раз и есть в этом, да? Секрет в этом маленьком мальчике. Когда твое сердце направлено на других. На благословение, на отдачу. На то, чтобы следовать за Иисусом, для того, чтобы Он что-то сделал через тебя. В жизни многих других людей. И сейчас я прошу, давайте закроем глаза и склоним головы. И я прошу, чтобы вы на какое-то время не думали о том, чего вам недовольно. Потому что у каждого чего-то не хватает. Но, пожалуйста, подумайте, а что у вас есть? Это может быть мало. Доброе слово, улыбка, молитва, поддержка, участие в чьей-то жизни. Но у каждого из нас что-то есть. И может быть, это даже кажется не совсем значительным. Ну что это такое? Две лепты, две рыбки, пять ячменных хлебов. Но даже стыдно доставать. Потому что, когда видишь огромную нужду, голод, тысячи людей, то как-то аж неудобно думать о своей маленькой рыбке и маленьком ячменном хлебе. Но если вы при этом будете помнить, что для Бога самое главное – это мотивы нашего сердца, то, куда направлено наше сердце. И мы можем принести к Господу вот это немногое, что у нас есть. И Бог может это чудесным образом благословить так, что это будет не только для тебя благословением, ведь мальчик тоже наелся. Это будет благословением для многих и многих и многих. Как я помню, одна из знаменитейших служительниц 20 века, Кэтрин Кульман, женщина, которую всю жизнь комплексовала, она считала свою внешность недостаточно красивой, она считала себя недостаточно талантливой. Даже оказавшись в церкви, она не знала, что ей делать. Она сказала, я буду просто вот перед каждым собранием приходить и украшать сцену, расставлять все красиво, ставить какие-то цветы. И она говорит, однажды, когда я просто украшала сцену, я встала на колени и сказала, Господь, у меня есть немного, немного способностей, немного талантов, но я прошу, возьми это немного и используй для своей славы. И уже через некоторое время эта женщина стала на сцене, и через нее Господь совершал удивительные вещи, множество, множество, множество исцелений. Через обычную женщину, считающую себя недостаточно красивой и недостаточно талантливой. Сколько у нас комплексов? Может быть, кто-то тут считает, у меня недостаточно внешности красивой. Вот была бы покрасивее, все как-то было бы лучше. Недостаточно способностей, даров, талантов. Вот был бы талантливее, все было бы иначе. И мы только и думаем о том, чего нам не хватает, что нам недовольно. Вместо того, чтобы сосредоточиться не на том, чего у нас нет, а на том, что у нас есть. Оно может быть малое, определенное, может быть, не пять талантов, два таланта, или даже у кого-то один талант. Но это Бог дал тебе, чтобы ты мог это упустить в оборот. Если ты возьмешь то, что у тебя есть, и будешь этим служить другим, вот отдавать, без всякой мысли, там, оживиться, обогатиться, потому что ты любишь, ты хочешь что-то сделать, то Бог возьмет это малое. Бог возьмет это небольшое. и размножит для своей славы. Всемогущий Господь, я молю за каждого человека здесь. Я знаю, мой Бог, что кто-то здесь переживает из-за того, что ему чего-то не хватает, чего-то мало, чего-то недостаточно. Мы так порой страдаем, когда думаем, что все могло быть в жизни лучше, удачнее, успешнее, легче. Легче. Не так, как у нас. И мы забываем, Господь, что все в Твоих руках. Вся наша жизнь. И даже трудные моменты, даже боль, даже сложности, даже когда чего-то не хватает, все это не случайно. Все это для того, чтобы мы не просто поверхностно скользили по этой жизни, а могли постигать, познавать истину, познавать вечность и познавать Господа во всем, что происходит, даже когда происходит все не так, как мы думали. Я прошу Тебя, Господь, меняй нас из людей, которые следуют за Тобой. Чтобы что-то получить от Тебя, делай нас людей, которые следуют за Тобой, через которых Ты что-то делаешь, которые ощущают себя ответом, ответом на молитвы, ответом на нужды, ответом на вопросы, потому что в нас живет Христос, Царь царей и Бог богов. Христос, который может взять это малое и использовать для великой славы, может чудесным образом размножить, так, чтобы малое стало великим благословением для тысяч и тысяч. Боже, я чувствую, что здесь сидят люди в этом зале, которые будут благословением для многих и многих и многих людей. и не так важно, что у нас есть, как важно, как мы к этому относимся. Если мы осознаем себя людьми даяния, если мы осознаем себя людьми благословения, если мы осознаем себя людьми, которые все, что имеют, готовы доверить Иисусу, потому что они полагаются на Иисуса, они любят Иисуса, тогда, Господь, я верю, что сила Святого Духа через нас может исцелить многих и многих людей в нашем городе, на нашем Урале, на той земле, где мы живем, и мы понимаем, что мы здесь, именно здесь, в этом городе, именно здесь, на этой земле, мы не случайно. Мы понимаем, Господь, что мы не случайно здесь, в этом городе, мы не случайно живем той жизнью, которой живем, мы не случайно занимаемся тем, чем занимаемся, и не случайно сталкиваемся с теми трудностями и проблемами, с которыми сталкиваемся, во всем есть Твоя рука, Твое руководство, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за Твою книгу, за волшебную книгу, за Слово Божие, в котором есть сила. И это сила не заклинаний и не магических каких-то формул, это сила любви, когда мы исполняем Слово Божие, когда мы воплощаем это Слово в своей жизни, когда мы следуем Слову Твоему, Господь, когда мы стремимся воплощать библейские принципы в нашей жизни, когда мы стремимся жить библейскими ценностями каждый день, когда мы верим, что то, о чем говорит Священное Писание, то, о чем говорят пророки, то, что обетовано нам в стихах Слова Божьего, станет реальностью в нашей жизни, в нашей судьбе, в нашей семье, в нашей церкви, в нашей стране, Господь, во имя Иисуса Христа. Возьми руку ближнего, давайте помолимся. Бог, мы молимся за нашу страну Божию. Мы просим, благослови, благослови Россию, Бог. Благослови. Мы знаем, что мы живем в непростое время, но оно всегда было непростым, и это не случайно. Тот план Б, по которому мы живем, живут наши страны, не случайно, Господь. Всегда были сложности, всегда были войны, всегда были конфликты, и мы также находимся в тяжелой ситуации, Бог. Но мы молимся, Бог, в этой тяжелой ситуации проведи нас, Господь. Благослови нашу страну, Бог. Благослови, Господь. Мы не случайно здесь. Я верю, что мы на этой земле, чтобы быть благословением для этой земли, мы в нашем городе, чтобы быть благословением для нашего города, сделаем нашу церковь благословением для нашего города, еще большим благословением, потому что мы верим, ты поднял нас здесь, в Екатеринбурге, потому что мы нужны именно здесь. Слава Богу за другие страны, континенты, но мы нужны здесь. Мы любим наш город, мы любим нашу страну, Господь, мы любим наш народ, и мы просим, благослови, Господь, благослови, чтобы в эти непростые времена церковь была настоящим городом на вершине горы. Как ты сказал, вы свет миру, я молюсь, чтобы мы были светом миру, и во времена паник, во времена неспокойно, чтобы через нас свет сиял людям, показывая, что можно хранить мир даже в трудные времена. Можно быть наполненными любовью, даже когда вокруг ненависть, можно жить в истине, даже когда вокруг царствует ложь. Бог, сделай нас, сделай христиан России, верующих евангельских нашей страны, сделай настоящим светом нашей стране, сделай нас, Господь, сделай нашу церковь светом для этого города. И избавь нас, Боже, от всякого религиозного чванства, от всякого религиозного высокомерия, и наполни нас любовью, чтобы видящие нас могли видеть в нас Христа, слышащие нас могли слышать глаз Божий, Господь. Видящие нашу жизнь могли видеть библейские, евангельские ценности во имя Иисуса. Благослови Россию. Мы молим, мой Бог, убереги от всяких конфликтов военных, от всяких провокаций Божьих, проведи, благослови. Мы знаем все не случайно. И даже в это время мы можем радоваться, мы можем хранить мир, потому что мы уповаем на Тебя, даже тогда, когда всего недостаточно. Мы спокойны, потому что знаем все в руках Христа. Христос знает, что нужно делать, даже когда мы не знаем, и мы можем просто доверять нашему Господу. Мы просто, Христос, уповаем на Тебя. Даже когда мы не видим выхода, у Тебя есть выход. Мы просто полагаемся на Тебя, и мы просим Бога, делай нас такими людьми, через которых Ты действуешь. Не просто для которых Ты действуешь, а через которых Ты действуешь. Сделай нас людьми. Благослови Господь. Открой наши глаза, Господь, чтобы мы могли увидеть яснее, в чем наше призвание. Потому что чья-то нужда, это и есть наше призвание. Когда Ты нам показываешь нужды, Ты нам показываешь, что мы можем что-то сделать для этих людей. Я молю, чтобы мы не проходили мимо, Господь. И мы не уничижали то небольшое, что имеем. Потому что Ты можешь взять это малое и использовать для Своей славы, если наше сердце переполнено любовью к Тебе и к ближним. И мы просим Бога, да, может быть, мы немного имеем, но мы просим, возьми это малое и используй для Своей славы. Возьми это малое и используй для Своей славы. Мы желаем, чтобы там, где недовольно, было, насытились. Там, где недостаточно, было, ели сколько хотели. Мы желаем, Господь, быть теми мальчиками, которые находятся там посередине, и через которых Ты совершаешь великие вещи, Бог, через которых Ты совершаешь необычное. Я молю, мой Бог, за каждого моего брата в этом зале, чтобы мы не подавляли внутри себя этого мальчика, мы не подавляли внутри себя этого ребенка, не подавляли этот искренний, честный, чистый, открытый подход, открытый взгляд, желание поделиться, желание отдать, без всякой выгоды, без всякой отдачи, просто что-то сделать для других. В этом и есть Твой характер. Чем больше мы служим другим, тем больше мы уподобляемся Тебе, ибо Ты так возлюбил этот мир, что отдал своего Сына Единородного. Твоя любовь выразилась в даянии самого дорогого, что у Тебя было. Единородного Сына Твоего, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. И точно так же, Господи, в нашей жизни, когда мы живем даянием, мы уподобляемся нашему небесному Отцу. Наша любовь выражается в отдаче. Покажи нам, что мы можем сделать, что каждый из нас, что я могу сделать для тех, кто окружает меня. Чем я могу их благословить? Как я могу поддержать? Как я могу помочь? Чем я могу обогатить других? Я верю, Боже. Малое, что мы имеем при Твоем благословении становится самым важным, важнее всех сокровищ мира. Возьми то, что у нас есть и используй для своей славы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова